Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала. Не даете вы мне, дедушке, покою. Нужен совет, спрашивает Елена. Это что касается чистки печени. Давайте несколько разберем. Добрый день, Геннадий Петрович. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать чистку печени? Ну, об этом все же рассказано. По вашим рекомендациям, вначале сделала порошок, кориандр, анис, фенхель, сено, ремень и так далее. Правильно, правильно. Это как раз рекомендация Натальи Буевой. Такая была целительница, которая разработала чистку печени. Значит, вот эти травы, я сразу даю, так сказать, по ходу действия, комментарии. Они нужны для того, чтобы... Вот представьте себе печень. Вы представляете печень? В печени все, так знаете, залипло, утрамбовано. Мы сейчас даже не берем протоки печени, а вот именно сами клетки, в самих клетках печени. Что происходит? Происходит, ну, в первую очередь, она работает как фильтр. Она от крови, которая подходит к ней с желудочно-кишечного тракта, вся кровь должна пройти через печень от желудочно-кишечного тракта. Естественно, там всасывается масса, масса всего лишнего. Печень должна это все отфильтровать и нужное, значит, оставить дальше в крови, оно пошло. А ненужное по желчным протокам вывести в желчный пузырь. Что еще делается в печени? Вот, как фильтр, я вам говорю, чтобы вы представляли. Она работает как фильтр, но не просто как фильтр. Оказывается, в печени еще идет разрушение эритроцитов. То есть, эритроцит, это клеточка, ну, не клеточка, образование, которое переносит кислород. Вот, оно разрушается и, значит, отделяется нужное. То есть, эритроцит состоит, естественно, как образование из разного рода там веществ. Так вот, вещества, которые содержат железо, они остаются в организме. А остальная часть, которая, как бы, с эритроцит, это составился, она, значит, просто-напросто образует, и именно из нее образуется там желчь. Вот. То есть, такие интересные процессы. Плюс еще идет там, ну, кровообращение, естественно, ток крови должен быть, знаете, через нее определенный, чтобы она фильтровала. Если она, фильтр забивается, она не может фильтровать, как положено. Значит, ток крови вообще в венозной системе возрастает и начинает с разного проблемы с венозным кровообращением. Это и венозное расширение вен, и геморрой, и если там вот это вот явление портальной гипертонии, там, внутрикишечные, там, вены, там, расширяется, там, так называемая голова-медуза и так далее. Ну, это, кто хочет посмотреть, изучить. Вот такие вещи, да, творятся с кровью. То есть, возрастает давление. Плюс, значит, там совершаются все виды обмена веществ. Гормональные, если вы хотите иметь хорошую гормональную там систему, именно там. Витаминные, белковые, минеральные, ну, все-все-все, жировые и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все вот там совершается. И там получается, что вот медленный ток крови, медленный ток крови из-за того, что должно вот это все отделиться, сепарироваться туда-сюда, знаете, как бы сказать. Что-то в желчь сбросится, что-то там не сбросится. Вот. И гепатоциты, клетки печени, вот они как раз вот эту всю работу там и делают. Что-то там разрушают, что-то создают. Плюс еще пища, которая проходит через печень с кровью. Она тоже потерпевает некие изменения для того, чтобы она могла усвоиться. Видите, насколько все связано с печенью. И вот всю вот эту вот массу, которая имеется там в печени, то есть она по-своему там идет, все эти процессы, ускорить их, ускорить их. Плюс в печени, как в органе, который, ну, содержит огромное количество ценнейшего материала питательного. Обитают разного рода паразиты, излюбленное место. Итак, для вот того, чтобы ускорить все эти процессы, разрыхление, там, значит, этих питательных веществ, разрушение, там, тех же эритроцитов и так далее, так далее, так далее, так далее, используются душистые травы, кориандр, анис, фенхель, сено и ревень и так далее, сено и ревень и так далее. А уже это используются травы для того, чтобы добавить энергетики, если вот это все, знаете, там, все протравить, как-то там, знаете, размельчить, улучшить текучесть. Вот это вот первое, что я вам сказал, то сено и ревень используются для того, чтобы вызвать такой послабляющий эффект, чтобы можно было, ну, грубо говоря, выбросить все это мощным таким актом движения в организме. Все это выбрасывается. Ну, одно дело, смотрите, сходить по-большому в туалет нормально, да, все это. И другое дело, понос, все там летит. То есть, наша задача, наша задача в некотором роде, добиться того, чтобы вот что-то там такое летело из нее. И для этого мы используем вот эти именно травы. А сама чистка уже масла с лимонным соком, это уже непосредственно, знаете, как конечный этап работы. Но если предварительно не проведено вот это вот, так называемое, смягчение печени, смягчение организма, когда вот эти все шлаки, которые должны быть выведены, они из разного рода мест до своего залегания должны выйти, должны превратиться в удобно выводимые вещества. Потому что вот откуда эти камушки берутся, камушки, которые вы видите при чистке печени, это уже то, что уже стало не текучим. А нам надо, чтобы все это было текучим. Уже вот эти травки начинают работать, они уже начинают чистить печень, уничтожать и паразитов, разрыхлять, улучшать состояние желчи, улучшать отток. И многие-многие-многие вещи делать так, как надо. Ну, продолжим дальше. Раньше я так и делал уже несколько лет назад, сейчас ложку порошка выпила с утра, меня уже тошнит, слабит, в жар бросает. Вот это как раз, вот это вот смотрите, у меня уже тошнит, слабит и в жар бросает. Это уже как раз говорит, отошнит, что начинается реакция, вот это вот в организме очистительная реакция, которая идет, одна через верх идет. Настолько мощная трава работает. Далее, слабит, через низ уже слабит. То есть усиливается желчегонный эффект. Слабит тогда, когда идет усиленное отделение желчи. Это уже хорошо. Это уже, значит, вы начали очищать печень. Слабит. И плюс в жар бросает, в жар бросает, поднимается температура, поднимается температура для того, чтобы все, что там накопилось, расплавилось, обезвредилось, стало более текучим и вышло. То есть это все, это естественная реакция, которая указывает на то, что процесс начался. Но это неприятно. Так, планирую сегодня печень почистить. Может порошок не пить, а вечером отвар выпить, а потом попозже масло с лимоном сока. Отвар сварила, но тоже от запаха, уже воротит тоже. Рецепт и алгоритмы только из ваших книг берут. Ну, молодец, алгоритмы, ну я так понимаю, это как там пить и когда пить в течение, значит, суток, да? Молодец. Печень уже года два не чистила, пока в отпуске хотела бы это сделать. Так вот, смотрите, что я ответил на это письмо Леночке. Я ответил, а вы уменьшите дозировку трав до приемлемой и только их попейте. Этого будет достаточно. Курс неделька. Дозировку раз в... Ну, в несколько раз уменьшите. А через месяц повторите с такой же дозировкой, вот с которой вы будете делать. То есть, вот смотрите, что тут получается. Лена начала вот эти травки поменять, естественно, как в книгах, подготовка к печени, все это так идет. Ну, все мы, все мы разные, будем говорить, все мы индивидуальные, штучные изделия. И поэтому это в общем. А значит, вы тогда для себя, вы тогда для себя начинаете подбирать так, чтобы у вас не было таких резких очистительных явлений. Вот этого кризиса, чтобы не было. Чтоб мягче прошло. Ну, значит, да, вот в среднем это вот такая дозировка. И знаете, иногда бывает так, что вот раньше, я сам знаю по себе, что я там пил масло, даже 200 грамм там выпил, лимонным соком запил. Да и более-менее нормально все это пронесло. А потом туда дальше с возрастом, когда я дальше чистил печень, то я чувствую, что я не могу 200 грамм выпить. Вот где-то грамм 100, там, 120 я так выпиваю. И чистка там, ну, нормально шла. То есть, все эти изменения указывают на то, что вы приспосабливаете эту чистку для себя, а не конкретно на то, что вот такие вот цифры даны. Трав, объем этого лимонного сока и масла и так далее. Тем более, у меня масса, вот сейчас масса 107 килограммов. Я слегка намурал. Вот. А есть люди, у которых масса 50 килограммов. Это же разные вещи, понимаете. И для одного, грубо говоря, 200 грамм может быть и мало этого там, ну, масла. А для другого это огромная величина. То же самое это касается и трав. Используйте их. Главное, что я вам перечислил, это то, что они начинают свою вот эту вот работу. Они ведут работу по очищению буквально таки каждой клеточки печени. Это очень важно. А не то, что, допустим, мы там, ага, камни увидали. Это, грубо говоря, знаете, как... Вот есть река, и мы русло реки, только бух, наводнением там очистили и все. А нам надо еще притоки из разных ручейков, речушек, вот это все очистить. Вот, понимаете, в чем дело. Поэтому здесь вы уже поняли, процесс с помощью травок запускается. И вы его в течение недельки вот так вот и продолжаете. Знаете, не с такой дозировкой, чтобы у вас не было резких таких кризисных реакций, явлений. Хотя это все хорошо, но, как я вам указывал, это уже просто нагрузка на организм. Каждая очистительная процедура, вообще каждый оздоровительный метод, даже тоже питание, есть нагрузка на организм. Вы сначала пищу съели, вы должны затратить усиленно то, чтобы разжевать, тара-та-та-та. Потом ее надо еще переварить. У некоторых бывает так, что и сил не хватит на это переваривание. И та пища, которую должна питать, и считается, что она полезна и так далее, но не может организм ее усвоить из-за своей слабины. Поэтому, значит, дозировочка берется маленькая, маленькая. Так что, Леночка, мы поменьше только раз дозировочку сделали, и вы уже чувствуете, вот как раз то, что вы описали, это и есть уже тот процесс, который и должен запуститься для очищения печени. Не надо там это масло и так далее. Знаете, наша даже задача, вот смотрите, я немножечко сразу отвлекаюсь, оказывается, голодание тоже очищает печень. И во время голодания, допустим, человек голодает там 2 недели, 3 недели, 4 недели, как правило, нету каких-то таких вот, знаете, как во время очистки, так-то как прославило. Хотя, хотя, там тоже идет на голоде процесс, вот эти, значит, все шлаки собираются, значит, концентрируются, и потом только в один прекрасный момент, там, допустим, на каком-то дне голодания, джих, они вышли из вас. Но вот это вот, опять-таки, как древние говорили, вот это смягчение организма, смягчение организма, которое как раз и ведет вот эту целительную работу, вот эту вот лечебную работу, эту очистительную работу, вот оно-то делается тихо и неслышно. А уже последний этап, знаете, когда вы, грубо говоря, в комнате пропылесосили и все, потом из этого пропылесоса, хоп, и выбросили весь этот мусор. Понял, да? Как? То есть, вы можете почистить печеночку, используя вот эти все травки, которые тут были перечислены, просто используя их в течение курса, недельного курса, спирируем в месяц, потом еще разок повторить, потом еще разок можно повторить, то есть, два-три курса в качестве профилактики будут отличные для того, чтобы печеночку очищать. Таким вот образом, мягким, незаметным образом, вы можете хорошо почистить печенку. Леночка пишет, боюсь, что через неделю луна уже не будет благоприятна для чистки печени, как сегодня. Есть такое понятие, как биоритмология, и когда активна луна, и когда во время лунного месяца активна печень, и когда печень активна в течение суток, да, это есть. Но это касается как раз вот той чистки жесткой, когда вам надо выбросить все из себя. То есть, вам надо подгадать такой момент, и как раз он был определен. Я особо заострил внимание своих читателей и последователей, которые занимаются чисткой печени, на том, что есть такие моменты в году. Это весна, когда печень сильна энергетически. Это в лунном цикле, где-то с 10 по 15, там, 16 день лунного месяца она мощна. И в течение суток, это, как правило, печень и желчные пузы, такие, знаете, активные, мощные, где-то примерно после часу ночи. С часу ночи, там, где-то до 4, а вернее, там, где-то даже с 11 часов ночи и часов там до 3. Ну, примерно так вот, печеночка. Вот, но это требуется для того, чтобы выбросить. Выбросить. Но нам-то надо, еще разок я говорю, нам-то надо все это почистить. А выбросить оно само, выбрасывается потихонечку вообще-то, если мы вот это все используем, все это в желчь сходит. И просто-напросто человек чувствует, что он, принимая вот эти вот травки, он начал лучше ходить в туалет. Ну, там, чаще, ну, выделяется разного рода, значит, со стулом там ненужные вещества, то есть печеночка очищается. А это вот, что касается благоприятного времени. А очищать-то можно, можно. Если использовать вот эти травки, можно в любой момент. Я пишу, луна-лна, прежде чем что-то делать, надо хорошенько все взвесить. Как раз вот это вот, взвесь вот это вот, все это, знаете, баламучиваю и рассказываю, что и что. И вот, очень важно. Хорошо, спасибо большое за разъяснение. Тогда перенесем на другое время. Не надо переносить на другое время. Собрались. Что вы там травки не попьете? Неделю, недельный курс. Пейте. А как пить этот порошок, поголодать в эти дни? Не надо ничего, голодать в эти дни не надо. Обыкновенное питание. Вот. Без всяких каких-то излишеств. Вот как вы привыкли, так вы и питаетесь. Просто вот это вот пойдет добавка. Так. Так что голодать ничего не надо. А вот тут вот, очень важно. Мой вес 46 килограммов, рост 155. И, естественно, сбрасывать дальше вес совсем не хочется. То есть, вот тут-то и получается, что те дозы, которые усредненные для этого человека 46 килограмм, оказались, можно так сказать, запредельными. И которые вызывают вот такие вот реакции. Поэтому я еще разок вам говорю. Видите, как она объясняется, выясняется. Вы все взвесьте. Проскиньте мозгами, что, что, как. То есть, проявите долю разумности. Что, да, есть средние рекомендации. Есть, там, будем говорить, у вас большая масса тела или меньше масса тела. Или у вас молодой возраст. Или там, может, пожилой возраст. И так далее, и так далее. То есть, все с учетом, собственно, индивидуального ответа организма. Да, попробовали. Но, грубо говоря, вот, Аленочка попробовала. Рекомендуемую, так сказать, дозу. Как я взял, привел, как Наталья Бурева так сказала. Вот такая вот доза. Но, я так понимаю, возможно, она и смотрела, какой там человек. Этому больше, этому меньше, и так далее. И увидели вы ответ. Вот такой вот ответ идет. Значит, поменьше. То есть, взяли, грубо говоря. Ага, много, меньше. Ага, все нормальненько. Нормальненько? Ну, продолжаем. Все хорошо. Чувствуете, какой подход? Я вам рассказываю. И тогда вы и не сбросите там вес, ничего, тут не надо голодать и так далее. Обычно некоторые спрашивают, можно после голодания чистить печень? Ну, знаете, можно, конечно, все, что угодно делать. Но, практика показывает следующее. Что после голодания, смотри, какое голодание вообще-то. Если там дня два-три вы проголодали и думаете, вот, выпить лимонный сок и масло, оливковое. Вы можете просто-напросто съесть масло и лимонный сок. Если же срок голодания будет больше недели, то это все может для вас обернуться как отрава. И вызвать очень такие неприятные, неприятные очень последствия для здоровья. Поэтому печеночку, если вы хотите чистить, чтобы в конце вы использовали оливковое масло и лимонный сок, вы это все делаете на обычном питании. Естественно, что касается питания, дозировку, дозу, общее количество пищи надо уменьшить. Дабы, дабы дать облегчение для желудочно-кишечного тракта, его работы, снизить нагрузку на печень, снизить вообще нагрузку на организм. Дать ему, так сказать, возможность сделать чистку печени. А не то, что вы едете, и печень очищу, и все это там получится. Нет, что-то, знаете, вот одно. Надумали печень почистить. Значит, поменьше ешьте разного рода там, особенно мучных и жирных изделий. Вот смотрите, сушит сахар, то есть сладкого поменьше. Мучного поменьше, чем тоньше мука, из которой сделано то или иное там изделие. Некоторые там вермишель, там пельмени или еще что-нибудь там такое, да. Тем хуже. Значит, сахар, мука, мучное и жирное. Потому что это все, ну, вы можете представить себе, фильтр, который должен пропускать это. А он, он забивается из всего этого. А он надо сделать так, чтобы все это там поочищалось. И даже, теперь вот мы, смотрите, коснемся следующего. Очень важно вызывать желчегонный эффект. Вот если у вас есть там какое-то сгущение там желчи, вернее застой желчи, там какие-то маленькие там камни и так далее. То все это может и обратно раствориться, если создать соответствующие условия. Сейчас лето. Летом, значит, больше салатов, больше свежевыжатых соков, больше свежего. Для того, чтобы вот эта вот зелень, с которой дается структурированная вода, стала промывать. И эта вода, насыщенная биологически активными веществами, от, значит, вот этих всех овощей, там, фруктов и так далее, и так далее, она начинает вести свою хорошую работу. Плюс вы можете еще, очень важно, чтобы не было застоя желчи. А то можно, знаете, вот так вот мы чистим печень, то, все, пятое там, делаем. А на самом деле мы своим образом жизни, почему я говорю об образе жизни, указываю. Да потому что именно образом жизни, допустим, мы едим только раз. Ну, допустим, с утра мы немножечко так позавтракали, чайок там выпили, а вечером пришли и наелись. То есть из-за того, что у нас примерно один-два больших приема пищи в течение дня, происходит застой желчи в желчном пузыре, где она еще сгущается к тому же. А если мы будем использовать дробное питание, четыре, то там, ну, четыре раза так вот в течение дня, да. И плюс вот такие вот продукты, которые оказывают желчегонный эффект, то у нас не будет застоя желчи в желчном пузыре. Более того, идет обновление и в результате вот этого всего обновления желчи, а не застоя ее и не сгущение, у нас она начинает рассасываться. То есть она у нас меняется, если камушки, которые там были, они начинают рассасываться. Это важно понимать. Поэтому вот такие простые вещи, как прием, допустим, растительного масла, столовую ложку с утра натощак, очень одна из таких хороших рекомендаций, которые будут вызывать желчегонный эффект. То есть добивайтесь желчегонного эффекта. При этом, я же не просто, как светочная народная медицина и здорового образа жизни, я вам рассказываю, что смотрите на свой стул. Если у вас стул раз в день, это хорошо. Это говорит о том, что желчный пузырь там работает, перистальтика там есть и все там такое. Если два раза в день, да еще лучше, цвет стула, чем более он желтенький, это говорит о том, что тем более свежая желчность выделяется вместе с отходами. Она не застаивается. То есть, когда, знаете, выходит стул, а он уже напоминает вот нечто такое, черное, коричневое. Чтобы такого вот у вас не было. Запоры, это бич, это сразу же печень сажается и все такое. Поэтому, вот можно так даже сказать из моей рекомендации. Если вы имеете нормальный стул раза два в течение дня, ну пусть хотя бы раз в день, как правило, у вас особых проблем с желчным пузырем не будет. Если же у вас стул реже, то как раз это все способствует тому, что начинается застой желчи, ее сгущение и появляются разные разные камни и так далее. Кстати, у меня было письмо, где спрашивали, какие рекомендации вы дадите на тему сохранения желчного пузыря. Вот это вот тоже туда рекомендация дает, чтобы сохранить желчный пузырь. Не только там печень чистить, а чтобы желчный пузырь был нормальный. Удаление желчного пузыря не решает проблемы. Оно их отодвигает и усугубляет. Запомните это. Так, рассказал это. То есть, если вы просто даже питаетесь так, чтобы у вас вот это все нормальненько работало, стул раз за два, раз в день, желтенький, да вы можете эту печень и желчный пузырь и не очищать. У вас все идет нормально. То есть, вы своим образом жизни так построили свой быт, что организм работает как часики. И туда нечего лезть. И еще. Я там ответил на то, что можно считать, ну, на обычном питании. Три-четыре раза в день пьете в течение недельки вот эти вот травки. Естественно, дозировочку вы выбрали. Дозу убирайте сами, чтобы пилось нормально. Через месяц повторить. Легко и просто. Можно, вот весной можно повторить через две недельки. То есть, недельку попили, две недельки перерыв. Недельку попили, две недельки перерыв. И еще один сделали. Отлично. И дальше все закрепляется питанием. Так, значит, и Леночка сказала, хорошо, так и сделаю. Спасибо большое. Ну, вот. Вот я, дедушка, ответил на ваши все эти вещи. Мы еще не говорили, что касается очистки печени и желчного пузыря и его здоровья. Это об эмоциональном здоровье. Хотя я до этого говорил, то есть, сейчас я не говорю. Меньше раздражений, меньше тревоги. Смотрите, тревога останавливает работу толстого кишечника. Раздражение, оно образует больше желчных шлаков у печени, то есть, портит. И вот эти, сочетание вот этих вот различных эмоций, как раз и способствует тому, что они энергетически гасят работу печени, желчного пузыря и ведут к зашлаковке организма. Поэтому, бодрое настроение, любознательность ко всему, без всяких страхов, что это такое, как, чё, чему, а что надо сделать для того, чтобы этого не было, способствует тому, что ваше здоровье будет на довольно-таки хорошем уровне. В чем я убедился, понял, как работает наш организм, я стал следовать тому, чтобы не чиститься, не что-то специально там делать, а просто разумно во всем действовать, разумно в меру, с чувством, с толком. И все идет на лад. Ну вот, я переговорил.